Кала-финал чемпионата России по Май-Тай в весовой категории до 67 килограммов Рефери Руслан Амирханов, Республика Башкортостан И в красный угол ринга приглашается из города Прокопьевска Кирилл Хамутов Двигаемся дальше, весовые категории становятся у нас все тяжелее и тяжелее, поединки все насыщеннее Хотя нельзя сказать, что в легких весовых категориях не было зрелища Весовая категория до 67 килограммов, но это конечно же уже мы ближе приближаемся к средним весовым категориям Представитель Кемеровской области Кирилл Хамутов, чемпион прошлого года Тренируется под руководством Виталия Викторовича Миллера, заслуженного тренера России и Василия Винокурова Который помогает ему в этом поединке Он является мастером спорта России, ну и хорошим бойцом-профессионалом Который участвует в таких промоушенах, как One Championship В том числе сражается с огромным количеством конкурентных бойцов Кириллу 25 лет Тренируясь под руководством Виталия Миллера и Валерия Винокурова Он является ярким представителем Федерации тайского бокса Кузбасса Мастер спорта по тайскому боксу Чемпион России 2021, 2022 и 2023 года В Красном углу, Кемеровская область, Прокопьевск Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва Кирилл Хамутов Синий угол ринга приглашается его соперник Из Дагестана Асхаб Ахмедов Асхаб Ахмедов 18-летний молодой спортсмен Представляет он, конечно же, школу Дагестана Тренируется под руководством Аслана Мамедова Является победителем первенства России по Муайдай Молодой, но очень перспективный спортсмен Который на этом чемпионате очень ярко уже заявил о себе Ну и у нас вновь противостояние Кемеровской и Дагестанской школы Муайдай Он является кандидатом в мастера спорта России Тренируется под руководством Аслана Мамедова Победитель первенства России по тайскому боксу В синем углу Город Хасавюрт Дагестан Спортивная школа Олимпийского резерва Имени Мавлета Батырова Асхаб Ахмедов Уважаемые, конечно же, друзья Со мной на комментаторской позиции находится чемпион мира по W5 Двукратный чемпион мира по G-Pro Чемпион организации S1 И чемпион Европы по WMC Артем Пашпорин Артем, добрый день Всем приветствую Ну, Артем, ты не понаслышке знаешь, какая высокая конкуренция именно в этих весовых категориях Ты сам сражался в весовой категории до 71 килограмма, насколько я помню В 67 тоже боксировал В 67 тоже у тебя были поединки, да Свою карьеру во взрослых я начинал в 63 с половиной С мой первый куб красивый в Нижнем Новгороде Как раз отправил в 4 поединки И потом, это было 18 лет не исполнилось Потому что уже очень сложный чемпионат России в Севастополе Я помню, ты уже сражался, по-моему, в 67, да В 67 очень долго Севастополе, до 2100 Родная, можно сказать, весовая категория Ну и, наверное, весовая категория, в которой на мировых чемпионатах у сборной России Как правило, всегда сильные спортсмены Это говорит о том, что высокая конкуренция здесь В принципе, очень большая Вешеная просто Сейчас по всему Опыт против полностью Да, да, Кирилл Хамутов Человек, который... Хотя он тоже молодой Относительно, да, да Кирилл Хамутов Очень молодой спортсмен Который зарекомендовался как хороший уже профессионал 25 лет Кириллу Тренируется он у Виталия Викторовича Миллера Конечно же, в городе Прокопьевске Одной из, так скажем так, мекко-тайского бокса Как многие об этом говорят Ну и при этом Асхаб Ахмедов Человек, который просто ярко блеснул в этой весовой категории Здесь на чемпионате России Там много поединков закончил досрочно Очень такой высокий и неудобный спортсмен Как тебе по первому раунду? Придется бой Вперед Боец молодой Важно будет, да, кто смотрит на такую дистанцию При этом Ахмедов в предыдущих боях показал, что любит работать на средней дистанции, где очень много бьет коленей, локтей Насколько это будет комфортно здесь Кириллу Который, скажем так, обладает достаточно хорошей ударной техникой Кириллу на средней дистанции тоже Да, такого темпа При этом, смотри, постоянно, да, Ахмедов старается идти вперед Асхаб давит Ахмедов работает на корпус То есть как раз может подсадить Такими ударами, да, в поздних раундах Ногами, ногами Сейчас, сейчас, может, он, да Не доходят пока эти ударчики Но они имеют капитальный эффект И, скорее всего, в третьем раунде Должны проявиться Клинч Завязали спортсмены в клинче И первый раунд у нас закончен Конкурентный ровно выдался первый раунд Очень хороший раунд Кому, интересно, отдадут сейчас Ну, я думаю, увидим фидейское решение Побыстрее, мочащики, колени Сразу клинче Сразу колени, начинай работать, понял? Ну, по-три Показали нам счет И со счетом, да, 9-10 Судьи отдают первый раунд спортсмену из синего угла Вот так вот Асхаб продолжает идти вперед Вот это, может, как раз о чем ты говорил, Артем Да, был задел, сделано много ударов по корпусу Но... Сейчас, я думаю, Хомта будет потихоньку разгоняться То есть ему нужно разгоняться Пройти инициативу в свои руки И другого ничего не остается делать Да, конечно Подсказали в углу, что первый раунд уходит в пользу его соперника Клинч Очень неплохо Плинч работает При этом, вот тут давление, которое постоянно оказывает Ахмед Ну, Ахмедов, прошу прощения, конечно, Асхаб Ахмедов Оно так влияет на судейское решение Он постоянно оставляет Первый номер, да-да-да Постоянно идет вперед По этому комнату надо включаться активнее Начинать работать По туловищу там пробил Сирил Снова клинч И вот такая, наверное, вязкая работа на средней дистанции Все-таки Асхабу Ахмедову, наверное, где-то немножко на руку Все, вопрос от того, ну, какое количество энергии у него есть Как говорится, насколько большой у него бензобах Ух Вот он коротко бьет руками на средней дистанции Но язнет вот в этом клинче Прошла половина поединка Пока Ахмедов плохо себя чувствует Да, локоть навстречу здесь Смутовым За счет длинных рычагов Локтями очень здорово работает Ахмедов Он бьет ими даже на дальней дистанции Хороший тип Тип как на канаты отбрасывает здесь У Кирилла При этом Кирилл наращивает темп Ахмедов понимает, что да, где-то одного удара мало Он старается их сдваивать, страивать Удары ногами потунущие Но на выходе снова пропускает удары в голову И вновь вот этот острый тип Много работы на средней дистанции Так нестандартно где-то Асхаб Ахмедов работает Даже на ближней дистанции вроде бьет так нестандартно Но такие очень опасные острые удары руками Даже не руками Сразу локтями бьет Да, тут же добавляет локти, колени Как только Хмутов подходит на удар на свою дистанцию Сразу Ахмедов начинает работать локтями Да И вновь там тип такой плотный сбил с ног Кирилла Кирилл делает хорошая скрутка от Хмутова здесь Но это было через подножку И такое в любительском муайтае запрещено Да, было зрелищно Красиво Продолжается давление Вроде там хороший захват забирает Кирилл Хмутов Но при этом блок ударить он Обойти его тяжело И второй раунд заканчивается у нас Сейчас интересно будет, да Как оценят именно этот второй решающий Может быть даже раунд судей Я думаю, что Ахмедов был более Раунд был симпатичным судем Да, да Ждем, ждем судейского решения Ну и решающий, как бы оно не было, третий раунд Еще раз, дыхание через носу Слушай меня сейчас сюда Эй, эй, у тебя много сил еще есть. У тебя много сил. В раунду забрал, эй, все четко. Эй, я эти тоже тебе что-то раз тебя люблю. Смотри сюда, у тебя много сил еще его дождаться. Очень закончили. Понял, да, Кирилл? Спасибо, Роман. Не работа, не типы, бей колени, бей. Типы, колени, тип ударил, бей. Не оставляйся, когда ты его пропустил, тип. Не даже на него надо идти, ты понял? Заключительный у нас третий раунд. Да, сейчас нам покажут судейские, судейское решение, судейские баллы за второй раунд. Ну и надо отметить, что действительно очень ярко сейчас работает Ахмедов Асхаб. Который, кстати, на стадии полуфинала прошел очень сильного спортсмена Савелия Дорогавцева из Нижнего Новгорода. Причем первый раунд сам проиграл, а потом на протяжении двух раундов сумел забрать инициативу. Второй раунд тоже Ахмедов забрал. И мало до шансов остается на победу здесь уже у Кирилла Кабулова. Тут тайский бокс, тут шанс есть всегда. Причем такая весовая категория, где ребята могут уже ударить, закончить бой одним ударом. Пробивает тут Хомаков в корпус. При этом до этого, мне показалось, пропустил достаточно плотный удар локтем навстречу. Что сейчас нужно уже идти вперед, обострять, рисковать. Да, 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 потому что уже назад пути нет, нужно забирать. Ну и вот тот вопрос, который мы с тобой задавали в самом начале, насколько хорошо дышит все-таки Асхаб Ахмедов. Сейчас показывает о том, что в принципе функциональная подготовка у него все в порядке. Продолжает давить, как бы сильно он и не заменится. Вперед, да, где-то пропускает, где-то попадает, но все равно не пятится. Какой-то просадки какой-то колоссальный, мы не видим с его стороны. Функционально очень хорошо готов. При всем при том, что спортсмен достаточно рослый для этой весовой категории. Слушай, он рослый и этим пользуется. Да. Дальняя дистанция Тибе. Чуть ближе, сразу локоть. Локти, руки и колени, клинч. При всем при этом клинч такой динамичный. Он не стоит на месте, он постоянно обрабатывает корпус соперника коленями, бьет локтями. Решил немножко подвигаться здесь Кирилл, так выбросить бэкфист. Пытается где-то подловить. Остается минута до конца боя. Время, как говорится, работает сейчас на Ахмедова. Да, да, да. Кириллу нужно обострять. Старается это делать Кирилл Хомутов. Он пытается идти вперед, чем рискуя нарваться на встречный удар локтем именно. Сам там коротко попытался в разрез правым локтем пробить. Немного не дотянулся Хомутов. Клинч. Локоть хороший. Но немножко не точно. Но не точно абсолютно верно, да. У нас уже за сегодняшние финальные поединки третье противостояние между спортсменами Кемеровской школы, Муай-Тай и Дагестана. Ахмед Алимха Алиханов, конечно же, подсказывает сильно не вяжись, больше работает с дистанцией. Старается, чтобы спортсмен сейчас концовку отработал максимально рационально. Там, мне кажется, левый клюк залетел у Хомутова, но попал куда-то в лоб. Под концовку клинч от спортсменов, локоть в разрез справа и судейское решение нас ожидает в этом таком напряженном и интереснейшем бою. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АСАП АХМЕДОВ! Республика Дагестан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА